Ну что ж, фанаты Спартака сегодня празднуют победу. Победу, правда, не совсем на футбольном поле, а скорее в интернете. Зарема Салихова удаляет свой телеграмм. Ну а с вами снова Константин Калуцкий, и, к великому сожалению, вместо того, чтобы обсуждать футбольные матчи, мы вынуждены вновь и вновь погружаться в пучину вот этих интернет-баталий. Зарема Салихова в свое время появилась неожиданной такой звездой интернета в нашем футболе, создала свой телеграмм-канал, дала интервью Собчак, и казалось в какой-то момент, что она чуть ли не самая адекватная в спартаковском руководстве. Ну, во многом потому, что Зарема Салихова сама себе так рассказывала и сама себя так преподносила, что все удачные трансферы, которые есть в Спартаке, это заслуга Заремы, а все неудачные, но это идиоты, Цорн, Газизов и остальные, мне мешали. Ну, короче говоря, все вокруг, сами знаете кто, а я Д'Артаньян, как в старом анекдоте. Ну и хотелось бы отметить, что все это было достаточно мило и забавно, пока не начались скандалы внутри коллектива. И в результате ушел сперва Фетисов, так скажем, медиадиректор Спартака, а потом ушел спортивный директор Попов. Ну и на фоне всего этого Спартак, который, в общем-то, отлично выглядел летом, великолепно показывал отличный футбол, побеждал, кубок матч-премьер, выиграли, вот какое достижение. И вот после всего этого провальный старт, три поражения в четырех матчах, под вопросом, под большим вопросом участия в Лиге чемпионов групповой стадии, потому что Бенфика кажется непреодолимой преградой, и возникает логичный вопрос, а не стало ли Зарема и ее скандалы одной из причин дестабилизации внутри клуба и всего остального? Давайте разберемся в этом вопросе и проанализируем еще раз Зарему Салихову, учитывая новую информацию, которую мы получили. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус, три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Знаете, в свое время в Звездных Войнах была вторая на тот момент часть, второй эпизод под названием «Империя наносит ответный удар». Потом наснимали приквелов, сиквелов, и это уже стала пятая часть вот этой вселенной Лукаса. Но так или иначе, был такой замечательный фильм. И вот сейчас мы увидели, знаете, спортивного директора, который наносит ответный удар. Потому что Попов, как и обещал после ухода из Спартака, завел телеграмм и, ну, так скажем, открыл нам истинное лицо Салихова. Если это не фейки, если это не какие-то там дорисованные скриншоты, то, знаете, Зарема Салихова по этим вот данным, которые предоставил Попов, оставляет впечатление крайне странной дамы, которая дорвалась до управления клубом. Если вы не читали эти великолепные измышления, то обязательно почитайте. Это, знаете, хороший такой комедийный триллер. Вот я бы так это сказал, потому что, с одной стороны, стрёмно, с другой стороны, смешно. Ну, то есть, выбирать футболистов по принципу, что они должны быть нужного знака зодиака. Это круто. Вы знаете, женщины вообще очень увлечены всей этой хернёй, связанной там с овнами, весами, стрельцами и прочим. И есть действительно люди, которые в это верят, что гороскопы что-то там определяют, ещё что-то. Но, знаете, это одно, когда это просто забава, и все по приколу это читают. Когда принимаются решения на миллионы евро, блин, и они принимаются в том числе на основе гороскопов и хотелок за Рэмэ, это, конечно, ужас. При этом мы ещё раньше слышали от Сариховой, в том же самом интервью Собчачке, что некоторые люди попадают в Спартак, ну, скажем так, потому что они понравились внешне за Рэмэ. А против некоторых она была, потому что они выглядели как-то неопрятно и некрасиво с точки зрения Сариховой. Короче говоря, во все клубы принимаются футболисты по принципу, ну, давайте возьмём классного нападающего, классного хавбека и так далее. В Спартаке, как видимо, выбираются по принципу, он опрятно выглядит, у него хороший знак зодиака. И, кстати, да, что мне очень понравилось, это то, что в Спартаке, я так понял, должны быть футболисты и тренера с буквой «Р». Это, видимо, за Рэмэ Сарихова так меня троллит, потому что знает, что эту букву я не выговорю. С другой стороны, как сказал сам Попов, если люди с буквой «Р» так полезны для Спартака, что ж не так сложилось с Сунаем Эмери? Вот, казалось бы, идеальный вариант. И вы знаете, это поистине феерично. Вот раньше для нас внутренняя структура клубов и внутренняя кухня была, так скажем, загадкой. Мы могли только догадываться, что там происходит. Ну, по разным инсайдам, слухам и так далее. Но вот сейчас вот эта завеса тайны приоткрылась, и мы поняли, что за этой завесой натуральный цирк творится. В общем, Сарихова это, конечно, нечто. И в каком-то смысле, слава богу, что она ушла из телеграммы, и теперь, возможно, будет меньше появляться вообще в принципе в СМИ. Я всегда говорил, что самый резонный ответ на вот эту неадекватность Сариховой – это просто игнорирование. Ну, теперь, видимо, вот только так мы добились того, что Сарихова исчезнет более-менее из информационного пространства. А то и дальше бы было то же самое. Каждый пердеж, каждое слово Сариховой обсуждали бы все, записывали ролики про это и так далее. В общем, знаете, сами же журналисты, блогеры и болельщики раздули из Сариховой суперфигуру, а теперь жалуются, что она такая значимая. Так сами виноваты, ребят. В общем, ситуация такова, и при этом, конечно же, многие сейчас ликуют, что все круто, все здорово, но, ребят, мы понимаем, что Зарема Сарихова может критиковать и может влиять на клуб по-другому, без телеграмма. Так что, если и была проблема во взаимоотношениях внутри клуба, то она не до конца решилась, потому что Зарема все равно как-то может управлять, есть у него рычаги для этого. Ну и самое главное, сейчас, конечно, Попов окончательно оформился в статусе Робин Гуда, великолепного специалиста, которому не давали работать и который не мог раскрыться, и злая Зарема ему мешала, но меня, если честно, Попов больше раздражает сейчас. Во-первых, ничего толку не показал, как спортивный директор. Во-вторых, сейчас, да, он очень удачно вырвался из Спартака и выставил всех дураками, коими они и являются. Ну а Попов-то сам, чем он лучше? Понимаете, если человек в своем интервью, вот это меня удивило, ориентируется на сайт Транспермак, то есть спортивный директор крупного клуба, рассказывает, посмотрите, я хотел купить аргентинца за 10 миллионов, а на Транспермакте он стоит 17. Это как бы уже говорит об уровне этого специалиста. И то, что он за несколько месяцев смог найти только одного правого защитника, того самого аргентинца из Риверплейта, и его запараковали, и все. Больше, видимо, других правых защитников на свете нет, и предложить некого. Это тоже говорит о многом. Поэтому Попов, которого сейчас сделали белым рыцарем и спасителем Спартака, на самом деле был еще одним непонятным персонажем из нынешней плеяды руководства красно-белых, где непрофессионализм одних буквально блокируется непрофессионализмом других. Поэтому здесь нету хороших руководителей. На мой взгляд, Спартаке сейчас были только худшие. И кто-то оказался хуже других. Зарема Салихова, конечно же, неадекватна в своих высказываниях. Но сам факт того, что тот же самый Попов начал жаловаться на Федуну, что вот меня травят в интернете, это тоже детский сад. Простите. Серьезный специалист, который выступал на высочайшем уровне, под прессингом, трибун и так далее. Человек, который уже был в Спартаке, и наверняка у него были конфликты с другими руководителями. И, понимаете, он, казалось бы, человек, который должен быть подготовлен к возможным конфликтам, к тому, что его могут травить в интернете и так далее. Но вместо того, чтобы ответить на неадекватность Заремы результатами и успехами, он, простите, просто взял и ушел. При этом сказав, вот, меня травят в интернете. Ну, это на самом деле детский сад, если честно. Я об этом сказал сразу после ухода Попова, я это повторяю сейчас. Ну, а то, что Зарема ушла из Телеграма, это, слава богу, почище и посвежее станет в интернете. Но не факт, что это принесет пользу Спартаку, учитывая то, что рычаги управления клубом по-прежнему у нее есть. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.